Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботний день за богослужением, читается отрывок Евангелия от Матфея. Глава 19, стихи с 3 по 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 19, стихи с 3 по 12. Глава 19, стихи с 3 по 12. Глава 19, стихи с 3 по 12. Он же речей им не в си вмещают словесесего, но им же дано есть. Судьба скопцы, и же из чрева матерня родишеся тако, И судьба скопцы, и же скопишесе от человек, И судьба скопцы, и же искадишесами себе царствия ради небесного, Маги вместите да вместит. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. И вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставят человек отца и мать и прилепятся к жене своей и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с женою. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Каждый раз, когда фарисеи приступали ко Христу с каким-либо вопросом, они делали это не для того, чтобы научиться от Него, но чтобы искусить Его. Не скажет ли Он чего-нибудь противного закону, дабы можно было бы обвинить Его. Так и в этот раз приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею. Об этом был спор среди фарисеев и народа. Теоретически идеал иудейского брака не имел равного в тогдашнем мире. Но практика была совсем иной. По иудейскому закону у женщины не было никаких прав. И она находилась в полной власти мужа. Мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. Женщина же могла потребовать развод лишь по нескольким причинам. В ответ Спаситель указывает на первоначальный закон брака. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Господь указывает на образ творения Богом мужа и жены, раскрывая тем самым истинный смысл брака как богоустановленного учреждения. Ефимий Зигабен пишет «И так заключает, что нельзя разводиться с женою, спокойно и убедительно показывая, что развод противен природе и закону. Природе, потому что разделяется одна плоть, а закону, потому что разъединяются те, которым Бог повелел составлять одно». Тогда фарисеи спросили, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Действительно, закон Моисея гласит, «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». В ответ на этот лукавый вопрос Господь замечает, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Борис Ильич Гладков поясняет, «Моисей знал свой жестокосердный народ. Он понимал, что запрещение отпускать жену, потерявшую благоволение мужа, вынудило бы евреев прибегать к другому средству избавиться от нелюбимых жен – к женоубийству. Моисей позволил развод лишь по жестокосердию, вследствие того, что мужья мучили и истязали нелюбимых жен, то есть допустил меньшее зло, дабы избежать большего. Но в настоящей богобоязненной семье должны царить мир, любовь, терпение и уважение». Архиепископовер Китаушев замечает, «Бог сотворил одного мужчину и одну женщину. Следовательно, в намерении Творца было, чтобы мужчина имел лишь одну жену и не оставлял бы ее. Эта связь супружеская ближе и теснее, чем кровная связь сына с отцом и матерью, которых он оставляет ради жены. Два человека становятся как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям. Они должны быть одним существом. А если они так соединены по первоначальному, божественному установлению, то и не должны разлучаться». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что настоящей основой брака являются смирение друг перед другом и любовь, преодолевающая гордость. Другими словами, такой является настоящая Христова любовь, с помощью которой человек может преобразиться в божественном свете. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа, благослови, государство olacakê. Продолжение следует...